После того, как я сохранил в новый столбик анонс L, я применяю к этому новому столбику те же самые функции, которые применял сначала. Но теперь, как вы видите, нашлось уже 8 новостей со словом «паника». Очевидно, есть новости, в анонсе которых используется слово «паника» с большой буквы. Две новости. Раньше я их не видел, теперь нашел. Можно вообще попробовать сократить начальную форму до корня. В случае вируса они совпадают, а в случае паники не совпадают. И вот я сократил и нашел еще дополнительные новости. Но прилагательные с этим корнем будут иметь вместо К букву Ч. Поэтому надо искать либо и паник, и панич, или убрать букву К. Но если я уберу букву К, тогда я буду находить много неподходящих анонсов. Потому что в выдачу попадут и анонсы, в которых не про панику идет речь, а про кампании. Потому что слово «компания» имеет в своем составе тот же набор букв. Поэтому можно поставить пробел перед этими четырьмя буквами. Но это тоже не полностью решит проблему. Потому что если анонс начинается с этого слова, слово «панический», например, «панические распродажи захлестнули рынки», тогда не будет пробела в реальной новости. И я не найду эту новость. Поэтому следующий путь самый оптимальный для того, чтобы найти все анонсы со словами «паника», «панический», «паниковать» и так далее. Это путь регулярных выражений. В Anaconda встроен модуль регулярные выражения «regular expressions». Поэтому достаточно просто активировать этот модуль путем команды «импорт». В этом модуле есть функция «find all». Она предполагает два аргумента. Первый аргумент «что ищется» и второй аргумент «где ищется». Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова